всем большой привет сегодня у нас 14 октября офигенная солнечная погода как вы сами видите и многие писали что у нас квартире темно но я всех переубеждала что у нас всегда солнечно и вот доказательства я пропала с ютуба на 2 почти два месяца все потому что эти два месяца были полны событий и плохих и хороших которые нужно было решать с ними нужно было как-то жить поэтому не было времени записывать ролики сегодня ролик будет посвящен монстере который стоит сзади меня ее нужно пересадить потому что она уже переросла свой горшок то последние три месяца она не выдает ни одного нового листа я посмотрела ее горшок он полностью полон корней ей просто некуда расти поэтому она требует пересадки и я думаю что можно начинать в первую очередь для пересадки любого растения я всегда подготавливаю газету чтобы не совсем засвинячить пол вокруг себя вот сюда мы будем ее пересаживать в этой же корзинке она кстати сидела до этого просто теперь я туда запихала другой горшок который чуть побольше и купила опору опора которая у нее сейчас это бамбуковая палочка ее еле видно за листьями и она уже не справляется я минут пять мучилась с этим горшком пыталась ее оттуда как-то вызволить это было практически невозможно потому что очень плотный пластик не советую такие горшки покупать все-таки помягче будет удобнее пересаживать потом я просто офигела от количества корней которые она нарастила на минуточку с января месяца посмотрите какой ужас ну как ужас ужас в хорошем смысле потому что я очень рада что она так растет и вот я ее покупала 13 января этого года она была вот такой вот малышкой и стояла на тумбочке который вы видите слева а сейчас она стоит рядом с этой тумбочкой и уже переросла ее немного счистила землю и дренаж который на прилипал корням принципе земли здесь практически нет все все в корнях осмотрела их на чистоту никаких жучков ничего не нашла корни в идеальном состоянии горшок как оказалось я купила немного больше я его вроде бы мерила но просто в эту корзинку с икеи не каждый горшочек залезет поэтому я отдала предпочтение горшку который на сантиметра 3 шире но намного длиннее чтобы корни росли больше вниз чем в сторону я сняла все веревочки которые были привязаны к бамбуковой палке чтобы все это аккуратненько убрать ветки сразу начали падать потому что все что я держала это вот эти вот жутовые веревки потом мне конечно пришлось немного помучить корни потому что палку которую я купила нужно как-то вставить именно параллельно стволу чтобы оно все выглядело красиво и опора была крепкой мне пришлось немножко повредить из-за этого корни но учитывая что монастера стоит уже несколько дней с ней ничего не случилось она все прекрасно чувствует еще как вы видите я передумала сыпать дренаж на дно горшка потому что как я уже сказала что он мне намного больше и забирать лишние размеры горшка у цветка этим дренажом было бы глупо вот я уже эту палку вставила как говорится параллельно стволу немножко наполняю грунта чтобы корням было куда расти также я добавляю удобрение это осмокот сейчас я его начала использовать практически при всех пересадках мне понравилось как он действует на растение в интернете пишут что это удобрение медленного действия и получается его повторюсь действия хватает до следующей пересадки видите вся масса корней грунта уже практически заполнила новый горшок потому что от предыдущих который у нас было если вы посмотрите слева он снизу узенький а выше он становится шире а этот горшок ему будет лучше потому что снизу очень много места для корней сейчас я добавляю сверху грунт также я досыпаю немного осмокота он у нас получается снизу под корнями и сверху потому что внутрь уж его никак не засунешь сейчас монстер торчит в разные стороны потому что ее еще нужно заново подвязать видите какие у нее огромные листья они уже больше чем моя голова я все жду когда у нее еще вместе с прорезями появятся маленькие дырочки у серединки листьев осталось подвязать листья протереть их от пыли и полить растение сейчас конечно она выглядит немного глуповато потому что эта палка очень сильно торчит но я вас уверяю что в ближайшие полгода этой палки даже не будет видно потому что каждый последующий новый лист монстера он вырастает выше выше и выше и скоро ее даже не будет видно а я напоминаю что эту монстеру я купила 13 января этого года сейчас у нас середина октября и как вы заметили она просто очень очень быстро растет муж глядя на эти фото до после ужасаются с того какая она будет когда вырастет до потолка но я его успокаиваю тем что когда она вырастет до потолка я просто буду черенковать верхние части и получается ее длина всегда будет на одном месте точнее высота извините когда я покупала эту лейку в икее у меня были только суккуленты сейчас очень смешно наблюдать за тем как я несколько раз бегаю чтобы полить крупные меры свои поэтому думаю нужно купить лейку побольше корзина это флодис икея а с правой стороны сумки которые стоят это с фикс прайса многие говорят что прыскать цветы бесполезно от этого их влажность все равно повышается на ближайшие 15 минут но мне нравятся вот эти вот капли это какая-то такая своего рода медитация поэтому почему бы и нет покажу вам монстеру теперь после пересадки как она выглядит после опрыскивания какие у нее красивые с прорезями листья конечно не все в этом горшке посажено три монстеры так я их купила их в принципе таки продают с голландией высаживают один одно растение с прорезями листья и остальные два маленьких рядом с монстера у меня стоит фикус лирата в котором скоро появится новый лист совсем крошечный еще пока стрелец и николая который растет как сумасшедшая после пересадки я за этот год его пересаживаю уже второй раз между прочим и замеокулькас вот такая вот у меня красота мой зеленый уголок который надеюсь скоро станет еще пушнее все всем пока пока пока